Всем привет! Меня зовут Виктор Балет. Я хотел бы рассказать вам коротко о творчестве и о жизни Есенина. Где он родился, чем он занимался, как он рос, чем закончилась его жизнь и его творческая жизнь. Сергей Есенин родился в типичной российской деревушке Константиново в Рязанском уезде 21 сентября 1895 года. В 1904 году мальчик Сережа поступил в местное училище. Спустя 5 лет продолжил обучение в духовной школе. В 17 лет в 1912 году гнездо крестьян Есениных покинуло молодое дарование, которому дано было стать знаменитой личностью Сергеем Есениным, таким знаменитым действительно по всему миру писателем. Будущий гений трудился в московской политипографии. Когда он переехал в Москву, он трудился в московской типографии, был помощником у мясника. Но это был дешевт отца, и там он тоже подрабатывал, потому что просто заниматься писательством этого было недостаточно денег, и как сегодня многие студенты учатся и подрабатывают. В 1913 году поступил в университет. Уже через год изданы его дебютные творения, 1914 года. В 15-м году Есенин переехал в столицу и завел дружбу со многими известными литературными деятелями. В то время много молодых людей занималось литературной деятельностью, тем более в 15-е годы были такие после революции 1905 года и между Октябрьской революцией. В стране было очень большое недовольство народа, молодежь была недовольна всеми событиями, которые проходили в стране, прогрессивная молодежь тогдашнего мира, скажем, российского. И в это время были всякие многие литературные кружки, и там Есенин знакомился с различными молодыми писателями и поэтами. Через год в Петрограде он был призван на воинскую службу, помогал в поезде по перевозке раненых, также занимался параллельно творчеством. И в 16-м году вышел в свет его дебютный сборник «Радуница». Можете почитать, очень интересный сборник. В 1917 году поэт пошел под венец или, просто говоря, женился на Зине Райх. Три законных брака у него было. А в 1918 году познакомился с Анатолием Мариенгофом. Он в то время считался очень хорошим литератором и маженистом. Благодаря ему вышла масса различных произведений Есенина, и наиболее известный из них – это Москва-Кабацкая, 1924 года. В 1921 году приятель Яков Блюнкин пригласил Есенина в путешествие по Средней Азии. После поездки сердце литератора разбила танцовщица Айсидора Дункан. Он встречался с ней несколько месяцев, а потом они узаконили свои отношения. После свадьбы они отправили свадебное путешествие по странам Европы. Здесь на Западе они были. Были и в Германии, и в Париже. Очень много сообщается различных в стихах тоже. Ему это все не очень-то понравилось, западная жизнь. Ну, действительно, она очень сильно отличалась или отличается сегодня тоже от российской. Также продолжительно они путешествовали до 1923 года. В Америке были. Сделали на корабле такое путешествие. В Нью-Йорке были. И, ну, там ему понравилось как-то сначала. Но потом, опять же, его потянуло в деревню, в русскую. Простые, обыкновенные условия жизни, в которых он вырос и жил. Это было ему более понятно, чем западные такие ценности. В общем-то, в этом мире за сто лет толком ничего не изменилось. Как оно было при Есенине, так же и сегодня. То-то есть положительное, что-то есть хорошее, плохое. Все это вперемешку здесь на Западе. Поэтому к этому нужно относиться очень спокойно. Я сейчас читаю эти произведения и вижу, что они немножко, как бы, однобокие. Знаете, вот Есенин, как бы, он был очень таким крайним. Либо у него все плохо, либо у него все замечательно. Как бы был не совсем уравновешенным человеком. Но и поэтому, наверное, его жизнь так и закончилась. Он активно занимался издательствами, продавал книги, много путешествовал. Часто бывал в Ленинграде, обожал Кавказ, посещал Азербайджан. И ранней осенью 1925 года Есенин женился на Софье Толстой. Это была внучка талантливого, грандиозного русского писателя. Последние месяцы его столь краткой жизни сопровождались пьянками, драками. Правило, он с Софьей толком и не жил в Толстой. Это был какой-то непонятный брак. Очередная какая-то, как немцы говорят, шнапс-идея. То есть идея такая была просто, может быть, как-то поменять свою жизнь. Но вы знаете, когда человек идет в такой образ жизни, и уже многое всю жизнь, такой весенний образ жизни был, то поменять что-то было очень-очень сложно. Поэтому у него все так и пошло криво в жизни. Потом с законом начали получаться различные проблемы. Он себе социализм совсем по-другому представлял. Он думал, что это действительно мир, братство, все общее, все прекрасно. Ну, а на деле все оказалось совсем по-другому. И вот такие самые мрачные прогнозы и прогнозы других людей, они вот сбылись через много-много лет. Можно сказать, и Россия как бы от кризиса к кризису идет, и ничего толком, к сожалению, не меняется. Психическое здоровье его было очень сильно подорвано через такую жизнь. Многие люди как-то старались ему помогать. Если бы он не был таким известным писателем, то бы его могли даже бы закрыть уже давным-давно, потому что он шел уже против власти открыто, и многим это уже не нравилось. Ну и потом в гостинице Англета нашли его тело, и есть очень много разных версий, что якобы он покончил жизнь самоубийством. Но это недоказанная версия, все это еще открыто. Но факт то, что образ жизни его и сама жизнь привела его к такому плачевному результату, к тому, что случилось. Поэтому мы его ни в коем случае не осуждаем. Каждый выбирает сам путь в своей жизни. То, что он выбрал, то он и получил. Произведения его, конечно, они очень хорошие, затрагивают сердце читателей. Очень много есть над чем задуматься, нам даже сегодня. Поэтому читайте глубоко эти стихи, вдумывайтесь, анализируйте, и вам как-то это скрасит вашу жизнь. Потому что творчество, поэзия, книги – это нечто такое замечательное. Если человек открыл для себя это когда-то, то он никогда об этом жизни не пожалеет. Я вот тут озвучил несколько стихотворений Есенина. И хотел бы, чтобы ты прослушал или прослушала их, сидя у костра, образно говоря. Настройся, выбери время. И сейчас вот, пожалуйста, я тебе предлагаю послушать стихи Есенина в моем прочтении. Желаю тебе с удовольствием провести это время. Субтитры сделал DimaTorzok Отговорила роща золотая Березовым веселым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь оставит дом, А всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обогрят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. А если время, ветром разметая, Сгребет их всех в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, Был на женщин из зелия падки, Разонравилось пить и плясать, И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз златок карий омут, И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стану, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулигана, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки, И волос твоих цветом восемь. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали, В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дом июным Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Другие Интересное было время. 25-й год. Давайте еще раз прислушаемся к этим стихам. Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо Все пролетело далечий день. Сердце остыло и выцвели очи. Синее счастье, лунные ночи. И в это время Есенину было всего 30 лет. А он уже печалится о своей прошедшей юности. Интересно, да, что вот в наше время Нам уже по 50, по 60 лет, а некоторыми по 70. И мы чувствуем себя молодыми. Если организм нормально, хорошо работает И особых проблем нет, То человек и в 50, и в 60, и в 70 чувствует себя молодыми. А Есенин уже в 30 чувствовал себя Старым, как бы прожитым. Казалось ему, жизнь казалась ему уже прожитой. Интересный факт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот уж вечер. Роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись киви. От луны свет большой прямо на нашу крышу. Где-то песни соловья в далеки я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки. И березы стоят, как большие свечки. И вдали за рекой видно за опушкой Сонный сторож стучит. Мертвый колодушкой. Мертвый колодушкой. Косом. Перец. Поехали. Косом. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вредные пожитки собирать. Милые березовые чащи, Ты, земля, и выровнен пески. Перед этим сонном уходящих Я не в силах скрыть мои тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув в ветви, Загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, Много песен про себя сложил, И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверьё, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеей рожь, Оттого предсомном уходящих Я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет Этих нив злотящихся во мгле, Оттого и дороги мне люди, Кто живут со мною на земле. Счастлив тем, что в этой стране не будет Вечер чёрные брови насопил, Чьи-то кони стоят у двора, Не вчера ли я молодость пробил, Разлюбил ли тебя не вчера. Не храпи, запоздалая тройка, Наша жизнь пронеслась без следа, Может, завтра больничная койка Упокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому Я уйду исцелённый навек Слушать песни дождей вечерённых, Чем здорово живёт человек. Позабуду я мрачные силы, Что терзали меня губя, Облик ласковый, облик милый, Лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с другой Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла была я, Наша жизнь, что было и не была. Голова ли ты моя удавая, До чего ж ты меня довела? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зная я, они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, И ты думаешь о ком-нибудь другом, Я ведь сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, Легкодумно вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни, Только не целованных не трогая, Только не горевший, не маним. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку И с тобою встретимся мы днем. Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь тихо, Добрый вечер. Я отвечу, Добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь. То любил, Уж тот любить не может, То сгорел, Того не подожжешь. Того не подожжешь. Того не подожжешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На улице мальчик сопливый, воздух поджаренный сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь, Только вот с эфтой силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать, я собираю пробки, душу мою затыкать. Субтитры сделал DimaTorzok Руки милой пара лебедей, в золоте волос моих ныряют, Все на этом свете из людей, песнь любви поют и повторяют. Пел и я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова, Потому и дышит глубоко, нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотою, Только тегеранская луна не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, Или под старость трепетно тужить о прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, что приятно уху, что для глаза. Если перст слагает плохо песни, значит он вовек не ишираза. Про меня же и за эти песни говорите так среди людей. Он бы пел нежнее и чудеснее, да сгубила пара лебедей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь — обман с чарующей тоской. Субтитры сделал DimaTorzok А того таки сильна она, что своей грубой рукою раковые пишет письмена. Субтитры сделал DimaTorzok Я всегда, когда глаза закрою, говорю лишь сердце потревожь. Субтитры сделал DimaTorzok Жизнь — обман, но и она порою украшает радостями ложь. Субтитры сделал DimaTorzok Обратись лицом к седому небу. Субтитры сделал DimaTorzok Пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклись, кем я жил, забыли про меня. Ну и все ж теснимы и гонимы, я смотря с улыбкой на зарю, На земле мне, близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok